Добрый вечер! Время новостей на 31 канале, в студии Аскар Миндебаев. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Привозный товар. Почему юг не сможет обеспечить себя овощами? Как вышло, что аграрии остались без поливной воды? Во сколько раз вырастут цены на овощи и фрукты из соседних стран? 54 человека, чьи машины пострадали во время январских событий, получили компенсацию. Покрыла ли она ущерб? Ведь у кого-то авто сгорели полностью. Есть ли те, кому отказали в помощи? Берегись! В окно многоэтажки в столице угодила стрела подъемного крана. Крам в Владимске. Есть ли пострадавшие? Жильцы квартиры испытали настоящий шок. Кто возместит ущерб? Своё жильё в Казахстане разрабатывают новый механизм оформления ипотеки. Под какие проценты? Кто инициатор? Каковы будут условия, если новый проект одобрят? В Казахстане будут отслеживать цены на социально значимые продукты и уголь. В Комитете госдоходов запустили специальный проект. Он рассчитан на 9 месяцев до декабря этого года. Цель не допустить роста инфляции и цен на такие продукты, как мука, хлеб, крупы, сахар, масло, мясо и другие товары. Продавцов обяжут при продаже этих продуктов выписывать электронный счёт фактуры. Правила вступят в силу уже завтра. А тем временем фермеры Шимкент обьют тревогу. Крестьянские хозяйства одного из районов боятся остаться без урожая и потерять все свои вложения. В этом году они так и не получили поливную воду. Дело в том, что чиновники обещали отремонтировать растительный канал, но так и не сдали объект. Теперь мегаполис может остаться без овощей и ягод, которые были бы на порядок дешевле привозных. Анастасия Новикова с подробностями. С проблемой отсутствия поливной воды столкнулись 150 крестьянских хозяйств в Шимкенте. Вода до них в этом году так и не дошла. На своих трёх гектарах Саидислан Имамов посадил клевер. В этом году впервые закупил дорогие семена из Италии, но будущий урожай находится под угрозой гибели. Фермеры говорят, без воды посевы не взойдут. Аграрии направили жалобу в палату предпринимателей. Оказалась проблема во растительном канале. Он износился. В Акимате решили провести капитальный ремонт. На это выделили 370 миллионов тенге. Ремонтировать канал начали ещё в августе прошлого года. Обещали завершить в январе, но даже к поливному сезону не успели. От графика работ отстала подрядная организация. За это она понесла ответственность в виде штрафа. В следующем месяце дадим воду. В мае строительство канала подходит к концу. Фермеры боятся пропустить вегетационный период. Если бы воду дали вовремя, уже взошли бы посевы. Если ждать до конца мая, то крестьяне потеряют урожай и все свои вложения. А на шамкенских рынках между тем продают павлодарский и ташкентский картофель, туркестанскую кукурузу и клубнику. Местные фермеры заявляют, что их продукция была бы дешевле. И, к примеру, вместо вот такой привозной клубники за 2000 продавали бы нашу шамкенскую по 500 тенге за килограмм. Намного ниже стали бы цены и на овощи. По словам экономиста Меруэрт Махмутовой, Казахстан может обеспечить себя продуктами растениеводства и животноводства. Была бы эта задача в приоритете правительства. Экономист говорит, в 90-е годы сельское хозяйство давало 34% ВВП. Сейчас же держится на уровне 4-5%. Говорить в таком случае о продпи безопасности невозможно. Сельским жителям дали бы землю, дали бы семена, то, что у них можно выращивать, дали бы небольшие оборотные средства. И после того, как они это вырастят, организовали бы закуп. Я думаю, внутреннее потребление без проблем вопрос можно было бы решить. А между тем, в правительстве обещают наладить стопроцентное импортозамещение продовольственных товаров к 2025 году. Получится ли это сделать, если даже мелкие хозяйства не могут обеспечить самым необходимым? А в Нур-Султане стрела автокрана угодила в жилой дом. Она буквально протаранила панорамное окно в квартире на шестом этаже жилого комплекса Коркем Тауэр. В это время дома была хозяйка и ее двое детей. Но, к счастью, никто не пострадал. Далее Насипова с подробностями ЧП. Стрела автокрана угодила в витражное окно кухни-студии как раз в тот момент, когда хозяйка готовила ужин. В квартире вместе с ней были двое маленьких детей. Многодетная семья Ханата Байниетова приобрела квартиру в ЖК Куркем Тауэр полтора года назад по государственной программе «7-20-25». Просто я в шоком состоянии. У меня дома не было. Супруга как раз кушать готовила. Уже нее рядом упал вот этот кран. Четверо детей у нас, двое дома было, двое в школе. Маленькие они. Сейчас они на улице. Руководитель генподрядной организации, которая строит паркинг рядом с домом, приехал на место, как только услышал о происшествии. По его словам, за кран отвечает субподрядчик. Крановщик не первый раз работал на этом объекте. Материальный и моральный ущерб семье пообещали выплатить полностью. Материальный ущерб – это означает, что сейчас это витражи. Кроме того, витражи, кроме того, которые кухонные у них, мебель. Это будет все восстановлено. Я обещаю, что даже лучше я кухонную поставлю им от себя, от компании генподрядной. По словам представителя столичного департамента по чрезвычайным ситуациям, крановщик переоценил возможности техники и поднял груз свыше предельно допустимого. Кран потерял равновесие и стрела ушла в квартиру. Не сработал ограничитель грузоподъемности. Если не работает система, крановщик должен был остановить работы. Перед тем, как приступить к работе, технику должны были полностью проверить. Мы будем проводить проверку в отношении этой фирмы. Застройщику дано поручение провести расследование. С 25 февраля специальная рабочая группа проверила на стройках столицы 121 башенный кран на соблюдение техники безопасности. Более чем в 80 случаях выявлены нарушения. Снова приступить к работам они смогут только после того, как устранят все замечания. Даля Насипова, Нуркенток, Мурзин, Информбюро, Нурсултан. Карагандинцы вслед за алматинцами потребовали запретить в их городе любую точечную застройку. Люди даже готовы организовать митинг, лишь бы местные власти услышали их. Новые жилые массивы в центре города создают неудобства. Не хватает мест для парковки, так еще и блокируются выездные пути, сетуют горожане. Почему власти разрешают уплотнять жилые дворы, узнавала Людмила Батюшкина. Жители восьми многоэтажных домов в самом центре Караганды уже готовы выйти на санкционированный митинг. Два года они пишут жалобы с требованием остановить строительство девятиэтажного дома в их дворе. Кругом пробки, а из четырех выездов остался один. Здесь остался один проезд, через который две машины не разъедутся. В этом доме был пожар. Дети погибли. Почему? Потому что когда машина пожарная приехала, большая, она не смогла в этой кишке развернуться. Застройщик в ответ на претензии заявляет, что у него все законно. Вы говорите, что у меня любовые документы. Давайте не будем кривиту распространять, говорить по фактам. Вот у меня документы, оригиналы. Покажем, без проблем. Но кроме документов должен быть и здравый смысл, резонно заявляют люди. Таких конфликтов по точечной застройке в Караганде десятки, а по Казахстану сотни. Проблему подняли даже в парламенте. Депутат Ерлан Смайлов считает, что местные власти откровенно коммерчески подходят к архитектурной и градостроительной деятельности. Представители Акимата не согласны. Они и сами не рады выдавать разрешение на такую застройку. Два раза в год любой заказчик или инвестор имеет право обратиться в местный исполнительный орган на изменения, целевого назначения, а также корректировка ПДП. Это закон не прописано. 20 застройщиков всё же попросили дать им другой участок, чтобы избежать споров с людьми. Но многие продолжают строить точечно в центре города, рассчитывая на высокую прибыль от продажи квартир. Сейчас в Казахстане рассматривают поправки в закон о запрете на точечную застройку в городах республики по принципу Алматы, где недавно на это ввели запрет. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Казахстанцы обсуждают новость о том, что в стране может появиться ипотека для среднего класса со сниженными ставками. Операторам проекта предлагают сделать казахстанскую жилищную компанию. Если программу одобрят, на кого она будет рассчитана, поговорим об этом с заместителем председателя казахстанской жилищной компании Улжасом Салыковым. Добрый вечер, Улжас Жандосович. Добрый вечер. Чем будет отличаться новая ипотека и будет ли она выгодна казахстанцам? Ну, сейчас нужно понимать, что рыночная ипотека банков выдается на рынке в среднем под 18-19% годовых. Причем она выдается в основном на вторичном рынке. Как все знают, с 1 апреля были повышены пенсионные пороги на жилье. Программа 7-20-25 после достижения своей цели она тоже будет завершена. Поэтому возникает логичный вопрос, какими инструментами сможет воспользоваться рынок, особенно средний класс. Поэтому нами был предложен механизм субсидирования. Важный момент, что банки самостоятельно за счет своих финансовых ресурсов выдают ипотечные займы. Мы, в свою очередь, готовы субсидировать ставку для заемщика. В отличие от действующих программ, мы предлагаем приобретать не только готовое первичное жилье, но и строящееся, обеспеченное гарантией КЖК. Это будет большим преимуществом, я считаю, поскольку долевое жилье на этапе строительства, оно в среднем на 20-30% дешевле готового. И здесь причем риски минимальные, потому что в случае дефолта застройщика КЖК за счет своего капитала достроит это жилье и передаст ключи дольщикам. Банки это тоже отлично понимают и население. А вот действительно цены растут и покупательская способность падает у населения. Может ли этот проект предложить казахстанцам более дешевые варианты? Ну, я считаю так, что в первую очередь нужно понимать, что ценообразование за квадратный метр на рынке жилья, оно формируется самостоятельно. В противном случае население не покупало бы жилье. Мы в свою очередь предлагаем, чтобы банки выдавали классическую ипотеку с первоначальным взносом от 20% сроком до 20 лет. Конечно, обязательным условием это будет подтверждение платежеспособности. Мы изучали ценообразование на рынке и видим, что для работающего гражданина, для работающего класса ставка по ипотеке в районе 11-12% является финансово доступной. Сколько должно пройти времени, прежде чем программа начнет работать? Нашу идею мы сейчас обсуждаем с бизнесом, финансовым рынком, банками. Конечно же, мы будем ее согласовывать с государственными органами. Я надеюсь, нас поддержат. Я думаю, что после завершения программы 7-20-25 это будет логическим продолжением по развитию рынка ипотеки. Спасибо. С нами на связи был заместитель председателя казахстанской жилищной компании Олжас Сылыков. Продолжаем выпуск. Другим темам в Херсонской области Украины уже с 1 мая могут войти в обращение российские рубли. Такое заявление сделал замглавы администрации самопровозглашенной Херсонской республики Кирилл Стримаусов. Полный переход в рублевую зону, по его словам, может занять около 4 месяцев. А пока на Херсонщине будут в ходу и рубли, и гривны, пояснил Стримаусов. Между тем сообщается, что в регионе уже вещают российские телеканалы. Граничащая с Крымом область официально перешла под контроль российской армии 15 марта. Все это время в городе не прекращаются митинги против военного вторжения. Жители выходят на улицы под лозунгом «Херсон – это Украина». По данным украинских властей, митинги разгоняют российские военные. Украинский мэр города Игорь Колыхаев обвинил вооруженные силы России в применении слезоточивого газа против мирных демонстрантов. Вы смотрите Информбюро, мы продолжаем выпуск. Поправки в Конституцию страны стали главной темой этой недели. Их несколько, но в большей мере они коснулись политической жизни страны. Так президент предложил вести смешанную избирательную систему, в которой будет и мажоритарная. Это когда избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей. А тех из них, кто работает неэффективно, электорат может предложить снять с должности. Анастасия Новикова расскажет подробнее. Переход к смешанной избирательной системе с наличием мажоритарной и просто необходим Казахстану, считает депутат шимкинского маслихата Рашкуль Оспаналиева. Она говорит, раньше, когда баллотировались самовыдвиженцы, люди знали, за кого голосовали. А сейчас по партийным спискам проходят все. Мажоритарная система дает право считать избранными кандидатов, которые получили большинство голосов избирателей в своем округе. И в партии для этого состоять необязательно. Рашкуль Оспаналиева считает, что при такой модели депутатские кресла займут те, кто действительно хочет работать. Когда баллотируются, у них свои, например, на фракциях, на Аманате, у них свои программы, от программы шаг налево, шаг направо, не может отходить. Предложенная президентом смешанная модель, где сохранится 70% пропорциональной системы, а 30% мажоритарной, позволит сформировать диалог и тесную связь между кандидатом и его избирателями. А в случае, если народный избранник не исполнит свои обещания, электорат может инициировать его отзыв, а после выбрать нового. Казахстанцы изменения приветствуют. Допустим, 45 человек, из них 5-6 человек, которые активно действительно по своему региону поднимают вопросы и ратуют за то, чтобы они решались. А есть депутаты, которые только руки поднимают, а есть те, которые просто на камеру работают. Я считаю, сейчас депутаты неплохо работают, но с поправками будут еще лучше работать. Стараться начнут. Мажоритарную систему применяют в некоторых штатах США, в Швейцарии, Франции и многих других странах. Специалисты считают, что она позволит собрать лучший мировой опыт, учесть интересы избирателей и партии, а также создаст прямую ответственность победившего кандидата перед его избирателями. Анастасия Новикова, Доран Адзиев, Абзал Турабеков, Информбюро Шемкент. 258 миллионов тенге выплатил Акимат Алматы владельцам поврежденных или уничтоженных авто в период январских событий. На возмещение ущерба поступило 99 обращений, 54 из них удовлетворены. Остальные случаи до сих пор на рассмотрении, по ним выплаты будут производиться до 15 мая. С какими трудностями сталкиваются пострадавшие, расскажет Еламан Раимбеков. Автокомплекс алматинского бизнесмена Владимира Васильева сильно пострадал во время январских беспорядков. Объект разгромлен. Вместе с ним полностью уничтожены 9 машин. Владельцы шести из них получили компенсацию от государства по средней стоимости авто. У троих еще на стадии рассмотрения. Гораздо сложнее обстоят дела у самого Владимира Васильева. Только при сдаче архитектурно-планировочного задания шесть раз получал отказ. На это потратил два с половиной месяца. И только после этого началась оценочная экспертиза. Очень долго все это решается. Каждый момент, каждая бумажка, каждое согласование, процедура тянет свое время. От трех до пяти до семи дней. То есть то, от чего менеджеры, исполнители, инспектора не могут отойти. Больше всего от мародеров пострадали алматинцы. Бизнесмены, у кого большой ущерб, сталкиваются с бюрократической машиной. И до сих пор ждут окончания экспертиз. А вот торговые точки, где потери не дошли до 10 миллионов тенге, положенные выплаты уже получили. В середине февраля я получил компенсацию от государства. Не выплатили порядка двух с половиной миллионов тенге. На эту сумму до середины марта мы полностью отремонтировали наш киоск и затоварились. Во время беспорядков мародеры разгромили нашу торговую точку. Всего во время январских беспорядков по всей стране пострадали 1650 субъектов малого и среднего предпринимательства. Полторы тысячи из них уже получили выплаты. Помочь остальным правительство обещало до начала лета. Павлодаре начали массово травить личинки комаров. На днях обнаружили их большое скопление в ближайших водоемах. Ежегодно регион сталкивается с огромным нашествием этих насекомых. На дезинфекционные работы выделили 72,5 миллиона тенге. Каждый год на борьбу с комарами и мошками выделяют огромные средства. Но люди не видят результатов. Урон наносится даже домашнему хозяйству. Поэтому в этот раз решили подойти к проблеме точечно. Для этого подготовили 30 ранцевых устройств. Именно столько специалистов сейчас задействовано в дезинфекции мест, где обитают кровососущие. При необходимости работников увеличат. Есть также установка на базе автомобиля с объемом бака 100 литров для обработки деревьев. Работы тесно взаимосвязаны с группой научного сопровождения. Водоемы, близлежащие к городу, это дренажные водоемы, потом речки небольшие, которые дают выплат, которые не соприкасаются с ртышом. Ну, отшнуровавшиеся водоемы там и не для хоспитевых целей, которые вот эти, для сточной воды, где вот эти, образуют водоемы большие. Вот в тех районах обследуемся, смотрим. И заболоченные места. ОПО! Мировой производитель смартфонов и умных устройств представил новую модель. Рено 7 весьма выделяется из всех смартфонов, которые присутствуют на рынке. Одна из главных особенностей – неповторимый дизайн. Стильный корпус с четкими гранями и задняя поверхность из стекловолокна, которая имитирует текстуру кожи. Такое есть только у ОПО. Димаш Худайберген уже несколько лет является бренд-амбассадором ОПО. И в этот раз он протестировал новинку смартфон Рено 7. И рассказал о функциях устройства вместе с сотрудниками казахстанского представительства компании. Удивлять оригинальным и качественным контентом – вот что хочет современный пользователь смартфона. И каждое новое поколение ОПО Рено 7 – это еще больше функций. Например, одна из фишек новинки – режим микроскоп. Теперь с помощью микролинзы с 30-кратным увеличением можно увидеть даже то, что человеческий глаз никогда не разглядит. Еще одна программная фишка – Bokeh Flair Portrait. Даст снимки с качеством, как на светосильной оптике зеркальных камер. Когда мы думаем, что должно быть в наших новых моделях, мы начинаем с того, что спрашивают. Чтобы мы сами хотели от смартфона. И в большинстве случаев ответы связаны с творчеством, с фотографией и с возможностью как-то выделиться. Фотографии потрясающей четкости дает основная камера на 64 мегапикселя. Селфи-камера не менее хороша – 32 мегапикселя. А в матрицу добавили W-пиксели, которые дают четкую картину даже ночью. В Казахстане ОПО любят и ценят. Мы отлично видим это по количеству проданных экземпляров и по запросам в социальных сетях. Люди интересуются не только смартфонами, но также желают получить другие товары под брендом ОПО. Рино 7 идеально лежит в руке, а версия в цвете Sunset Orange на вид и на ощупь, как кожа. Смартфон очень стильный и красивый по дизайну. Сделан из кожи и стекловолокна. Также я приятно был удивлен функцией микролинзы в ОПО Рино 7. Стоимость Рино 7 – 219 990 тенге. Продажи стартуют 29 апреля. А первые покупатели получат возможность выиграть один из множества призов. В том числе несколько путевок в теплые страны.